В дом на Кастанде 127 заселяются первые жильцы. Люди уже делают ремонт, обустраивают жилье. Тут проданы все квадратные метры. Зинаида купила квартиру еще два года назад и рассказывает, всегда хотела жить в уютном месте, где все соседи между собой дружны. Здесь маленький домик, компактный. Все будет как таким, знаете, одесским двориком, где можно поговорить, пообщаться. Я именно хотела, где меньше людей, чтобы мы все подружились и жили в мире и согласии. Никакого шума не будет нашим соседям дорогим. Я думаю, что мы с ними просто подружимся. По мнению одесситки, любые разногласия с жильцами домов неподалеку можно устранить во время беседы. Зинаида утверждает, напротив их жилища строится 24-этажная высотка и именно с ней могут возникнуть проблемы. Например, из-за парковки автомобилей. По непонятным причинам этот дом не вызывает недовольства у жильцов соседних зданий. В свою очередь в доме на Кастанде 127 совместными усилиями жильцы создали ОСМД. Ни огурков кидать, ни музыку, ничего. Насколько уже это все сделали люди. За этим слежу я лично. По словам Владимира, в доме купили квартиры множество семей, некоторые из которых брали кредиты и до сих пор снимают жилье, пока не заселятся. Мы свою квартиру оставили детям. Решили себе взять с мужем однокомнатную квартирку. Нам хватает. Поэтому мы решили себе здесь взять близко от детей на Королево-Левитана они. Вторая группа астмы. В частном доме тяжело дышать, потому что астма, у меня аллергия на домашнюю пыль. И так решили кое-что продать и что-то купить себе более. Пускай оно будет небольшое, но воздух свободный. Нечастный дом одним словом. Не надо печку топить. Здание на Кастанде стало новым домом почти для 50 одесситов. И теперь, рассказывают жильцы, они планируют создавать тут атмосферу взаимоуважения и доброго соседства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова